Поскользнулся, упал, очнулся, гипс. В подобной ситуации наверняка оказывались многие. Однако не всегда переломы случаются по такому сценарию. Иногда это происходит буквально на ровном месте. Но это только на первый взгляд. Причина может быть в болезни под названием остеопороз. Сегодня и страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50. 20 октября более 90 стран мира провели день борьбы с остеопорозом. Чебоксары не остались в стороне. Девиз Всемирного дня остеопороза – сильные женщины делают женщин сильнее. Более 80% страдающих остеопорозом – это женщины, вступившие в период менопаузы. Где тонко, там рвется. Пожалуй, эта народная мудрость точно описывает болезнь под названием остеопороз. По данным специалистов, только в нашей стране подвержены переломам более 34 миллионов человек. В минувшие выходные в Чебоксарах прошли сразу два мероприятия, посвященные проблеме этой безмолвной эпидемии. Одной из них – научная конференция. Докладчиками были сильные женщины из Москвы, Казани и нашей республики. Открывал конференцию советник главы Чувашской республики Николай Николаев. Болевание из Чувашской республики по остеопорозу до недавнего времени было не очень высокой. Это говорит о том, что, к сожалению, страдала диагностика. И то, что на сегодняшний день мы уделяем такое большое внимание этому заболеванию, это говорит о том, что мы поменяли свое мировоззрение. В Чебоксарах специалисты собрались не случайно. Ваш город передовой. Передовой. И меня это очень радует. Очень многому мы учимся у вас. Вот в Центре травматологии и ортопедии приезжаем, обучаемся. Школа стопороза у вас проводится. Это тоже ваше, как бы, такое пионерское движение. Если доклады на конференции предназначались в основном для профессионалов, то мероприятия в Центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования целиком посвятили пациентам. Чтобы о здоровье начинали думать с молоду, в Центре провели конкурс детских рисунков на тему «Пусть всегда будет мама здоровой». Всем участникам были вручены дипломы и памятные призы. А звезда опять повисла за окном. Ну а работа по выявлению болезни начиналась прямо на входе. При помощи специальной программы проводился подсчет десятилетнего риска переломов. Ведущие специалисты республики объяснили гостям, если вам больше 50, то любая неясная боль в спине, искривление позвоночника или потеря роста требует пристального внимания. И без помощи врача остеопороз не победить. Женщины и мужчины в возрасте старше 50 лет должны получать не менее 1500 мг пищевого кальция. Посмотрите, если вы ежедневно будете съедать полпачки творога сдобренного сметаны, и попрошу заметить, выпивать стакан кефира и съедать бутерброд с сыром, вы получите в таком случае только половину суточной дозы кальция. Но в то же самое время кальция один в поле не воин. Без витамина D кальция не усваивается. Затем от теории перешли к практике. Пациентам продемонстрировали, чтобы заниматься собой достаточно совсем немного пространства и времени. Ох, теперь с отдохом поднимаем, тянем самопушкой и через стороны выдох. Проводят такие тренинги в Центре травматологии и эндопротезирования не раз в году. В первую субботу каждого месяца здесь работает школа остеопороза. Стать ее слушателем может каждое. Ближайшее занятие состоится 2 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова